Сейчас, секунду... БААУ! Как-то так мы начинали первый сезон. И потом думали, так, надо начать второй сезон. Но начать его как-то грандиозно. А чего-то грандиозного особо ничего не происходит. И я подумал, что самое грандиозное, что может произойти, это если мы все-таки начнем снимать второй сезон. Свет, ты смотрела первый сезон? Еще как. Тебе нравится? Бесподобный. Всем советую. И мне нравится. Я недавно ночью не спал, все пересмотрел. Вот, поэтому начинаем второй сезон. Йоу! Следующий корпус. Еще остальное. Хорошо, что все это строят тоже. Ну, есть, да, слава Богу, что Господь дает нам студентов. И это очень хорошо. Ну, сойдемте тогда. И сколько у вас студентов? Да. А я сейчас все расскажу. Да, прекрасно. Сейчас я вам расскажу, как мы в Псков ездили. Друзья, друзья, я сейчас все ездил, я в Псков. А я не ездил с лавками. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь надубит он. И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Пойдет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Вопрос, вы знаете, что такое лукоморья? Я, честно говоря, долго не знал, а потом узнал. Это такая заводь, как бы, ну, вода. Обычно считается это бухтой моря. Вот здесь, на самом деле, заводь тоже есть. Вот она, смотрите. Мы пойдем как раз налево, я вам сказку буду рассказывать. Вот, видите. Это, конечно, не море, это какое-то озеро. Но вот какую сказку я вам расскажу. Мы находимся, так, как называется Тригорское. Ну, вообще, в Пушгорах. Вот есть какое-то такое общее название Пушгоры. И здесь, знаете, такая помещичья жизнь, где когда-то жил наш знаменитый Александр Сергеевич Пушкин. Первый раз приехал в 18 лет, в 1817-м. Он потом приезжал сюда в ссылку с 1824 по 1826. Кстати говоря, не просто в ссылку. Мы вспоминаем, что он здесь был в ссылке. Но в ссылке из-за чего? А из-за того, что в своих письмах он раскрывал в том, что у него есть некие атеистические идеи. Короче, он в ссылку был изгнан за атеизм. Можете себе такое представить. Значит, но потом, значит, на столетие Пушкина в 1899-м вот эти территории выкупают власти в честь столетия Пушкина, чтобы сделать вот здесь такой заповедник. Ну, главным образом не здесь, где мы с вами гуляем, а мы сейчас в Тригорском. Здесь, кстати говоря, водил свои экскурсии Сергей Довлатов. А в селе Михайловское, где, собственно, и была усадьба Пушкина. Ну, Ганнибалов, Пушкиных. В общем, на столетие выкупают. Потом в начале 20-го века это имение служит как дом престарелых для престарелых литераторов, поэтов и писателей. Вот. Ну, а потом случается революция, и в 1918-м году все уничтожают. То есть грабят, сжигают, и практически ничего не остается. В 1922 году снова решают здесь сделать заповедник, что-то там выстраивают и так далее. Но потом начинается Вторая мировая война. Она заново все уничтожает. И в 1945 году снова начинается работа над этим заповедником. И сегодня здесь практически ничего оригинального не осталось. То есть все дома, кроме фундаментов, они построены на старых фундаментах. Все вот эти ландшафты, даже вот эти озера, которые мы видели, их делали заново, потому что, в общем, все попортили. И, в принципе, здесь все новодел. Но в чем прикол? Что был такой человек, звали его Семен Гейченко. И вот благодаря его инициативе, ну, он пушкинист, такой любитель Пушкина и большой деятель. Вот он начал вот все это здесь возрождать. И его деятельность, она часто подвергалась критике. Говорили, что он, в общем-то, никто там не инженер, не архитектор, не историк, не музейщик и все остальное прочее. Но он зато любил свое дело, и благодаря вот своей энергии ему удалось сделать то, что впоследствии стало памятником федерального значения. То есть на самом деле здесь ничего не было после войны. Все было уничтожено, и вот то, что есть, это просто заново построено, и теперь это памятник федерального значения. Сюда эти люди приезжают, гуляют, Пушкина вспоминают, стихи читают про лукоморье, про дупь и про все остальное. А куда наши пошли? Туда-туда, лежа. А куда все пошли? Мы шли за всеми, и они пропали. Их там так тихо пропали, они скрятались что-ли? Гейченко очень сильно критиковали. Кто критиковал, мы не знаем. Вот о критиках мы не знаем ничего. А вот этот великий человек действительно сделал большое дело. Он был директором музея-заповедника с 1945 года по 1989 год. Это сколько? Это 54 года. И прожил здесь до 1993 года, в Михайловском. И вот здесь умер, и здесь недалеко похоронен. Мне кажется, это круто, когда человек не пожилил своей жизни, чтобы что-то такое великое сделать. А сегодня мы гуляем и наслаждаемся видами, которыми Пушкин наслаждался. Все, теперь мы слышим наших. Все нормально. Вот, такие дела, такие дела. Мне, например, это очень сильно помогает, когда мы сейчас делаем что-то в Иваннкирхе, а мы провели великолепную выставку. И когда, ну, случит какая-то критика, я думаю, да пошли вы все нафиг. Вот. Вот так, я думаю. Такие дела. Ой, аист. Ой, не аист, это не аист, это цапля. 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 Ну, просто обожаю. Мне кажется, это птица очень хорошая. Да я видел, я видел, как она летела. Видите, мне говорят, типа, Женя цапля, потому что я известный птица-птицелюбитель. Это птица. Играет музыка. Это птица. Это птица. Хорошая песка. Субтитры создавал DimaTorzok Есть такая детская сказка, сказка про гадкого утенка, когда маленький утеток растет, и это такое неприятное, есть некрасиво среди других утят, а потом превращается в лебедя. Как выглядит утенок-лебедя? Вот как. Вон, вон, смотрите, какой он такой гадкий, красивый такой. А вот смотрите, какой красивый. А есть серый лебедь? А из серого потом белого не будет? Ну, давайте попробуем, ну вот, ударить палкой, может получится. Вот такой мультик. А хотите его стукнуть, он станет фиолетовый? Нет, мы не будем лебедей лежать. Короче, видели, видели фотки, когда там, ну, там люди так фотографируются где-нибудь, знаете, там, тише, благодать. На самом деле на обратном стороне выглядит все вот так вот. Куча людей, все в очереди стоят, что-то фотографируется. Ну, а выглядит все примерно вот так. Смотрите. Я мечтаю под деревом. Да, ну, короче, я про эту штуку хотел рассказать. Эта штука называется Билла. Иногда на Псковщине такое можно увидеть. Иногда даже рядом лежит молоток. Для того, чтобы по нему стучать, и это было слышно. Я, честно говоря, думал сначала, что это используется для, ну, как колокол, который призывает на молитву. А на самом деле это используется как сигнал. Если начинался пожар или какое-то происшествие, люди били по Биллу и, как бы, оповещали всех остальных о том, что что-то произошло. А это местные алкашня. Не-не-не, это наши медитируют. Все, закончить медитации! Вот, в Псковском Кремле. И, смотрите, мы заходим в церковь. Опа! Церковь, церковь без стен, без крыш. Видите, вот это, это, наверное, были, как это называется, колонны, опоры какие-то. Но это не точно. Вот здесь был алтарь и еще два предела. Вообще, откуда в Пскове столько церквей? В Новгороде тоже. Потому что здесь трудились различные гильдии. Не знаю, литейщики, скобари, еще кто-нибудь. И каждая гильдия себе выстраивала церковь, что у них должна быть своя собственная церковь. Ну и вообще и семьи богатые тоже. Что у каждой богатой семьи должна быть обязательно своя церковь. Это элемент и тщеславия, ну и просто хорошо гадать свои церкви. Сейчас, конечно, так не работает. Но вот до нас некоторые церкви зажили. Говорят, что в Пскове 46 исторических церквей. Такие дела. Бум! А мы во Пскове. Что же мы тут делаем? У нас завершилась наша чудесная выставка Ковчег. Ее посетили 65 тысяч человек. Она шла почти три месяца. Мы провели 842 экскурсии. Почти тысячу. И на выставке работало около 30 человек. Чуть больше, чем 30 человек. И почти полным составом мы отправились в путешествие по Псковской земле. Псков, Печоры, Изборск, Пушгоры. И сейчас мы на стене Псковского Кремля. Вот здесь, на этой поляне, у нас начиналось наше путешествие с выступления оркестра. И здесь мы наше путешествие заканчиваем. Ну, я надеюсь, что это станет такой добрая традиция. Отчасти это уже традиция. Потому что после Песха и Пасхи мы ездили в Карелию. А сейчас мы вот здесь вот на Псковской земле. Вот. Это классно. Потому что мы поработали. А теперь мы так вот отдыхаем, сами путешествуем. И это здорово. И вдохновляемся для следующей работы. Все. Всех очень сильно обожаю. Особенно тех, кто на выставке работает. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. . 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